А я стоял с этим пистолетом, как в кино, из-за стойки, пытался успокоить металлистов. И вот та самая Нора, про которую спрашивает в фильме «Брат», она располагалась под гору. Мое почтение, господа. Ну и когда туда ОМОН влетел, они все лежали лицом вниз на чистом полу. И вот как можно сделать город прекрасным? Вот так. Ну, бандиты были очень смешные, мне нравились. ЛИВГАВКА ЛИВГАВКА, она ну такая, немножечко, знаете, вот такая она. Вот такая чистая ЛИВГАВКА, такая чистая. На самом деле, как меняется вообще все в этой жизни? Вот там раньше можно было пройти, и вот этот вот дом был абсолютный трэш-угар-содомия. В принципе, вот там арка, где я вскакиваю в самом начале клипа «В объятиях небес». Я его там присандали в описании, можете посмотреть, потому что там изображены как раз изначальные интерьеры этого всего. И через эту арку раньше можно было пройти в Грибыч напрямую. Вот сейчас тут шли какие-то хипстеры, и я им сказал, что извините, дети, вы туда не пойдете. Меч из ножен, из розетки, вилку из жизни. Зато вот видите тут? Тусим, тусим, котики тусини. Тусини, да. Котики тусини. Ой, смотрите, какая интересная картинка. Она напоминает перевернутые губы. Вот видишь, это рот. Да, это губы, это ничего такого. Там подписано вот даже. Пуси. Пуси – это котенок. Пусик, да. Это котенок. All right, пуси, пуси. Помните этот «От рассвета до заката», как он называл? Такие пуси, сякие пуси. Вот здесь как раз проходит героиня клипа, прекрасная Алина Гонага, проживающая в городе Москва в прекрасной маске. И потом мы с ней изображаем страсть, любовь, что она прекрасна. Не надо, не надо. Она прекрасна. Да, а вот здесь я еще помню, как выходили люди с офисов, да, и вот видите, во что это все превращается. И это не единственная метаморфоза в лучшую сторону, когда город начинает меняться. И вот это же, как сказал мой знакомый фотограф Рома, когда он просил, он говорит, у тебя есть какие-нибудь интерьеры, там барышня поснимается. Я говорю, ну вот сюда езжай. Он потом пишет, ну это же настоящий Сталинград. Ну вот, да, был. Потихонечку Сталинград превращается в то, что он должен превращаться, потому что это самый центр. Здесь в двух шагах. Отсюда метро Лиговский проспект. Откуда у меня начинался такой ритуальный путь в клуб Гора, где мы сегодня будем финишировать. Самого клуба нет, клуба Нора тоже нет, клуба Полигон, который туда потом ехал, тоже нет, но они были. И Лиговский проспект раньше, вот если посмотреть туда, во-первых, я сейчас подставлю фотографию, как он видел до революции, и потом я подставлю, как он выглядел в эту сторону, с точки чуть-чуть подальше. Здесь раньше вообще росли деревья по центру, и был такой бульварчик. А вот на этом доме, обратите внимание, потому что, естественно, никто больше не обращает внимания, висит мембриальная доска, что здесь в квартире 32 располагалось управление союза текстильщиков. Опять-таки, в чем понт этой доски, я скажу чуть позже, потому что это не единственная доска такого рода. Проходили они вот под этими титечками, потому что мы с вами сейчас живем в эпоху, когда набрало в интернете всякое разное, вот тебе уже девушки голенькие совокупляются. Ну и вот эти вот изображения там на стене, они вот тоже так вот крупно в кадр лезут. А раньше, прикиньте, это вот нарочитый эротизм такой, он для людей этой эпохи вполне мог оказывать даже определенные возбуждающие эффекты. Это здание, и особенно вот этот корпус, где сейчас не хватает только рекламы, наверное, микрокредитов для полного комплекта, это бывшая типография общества «Копейка», которая издавала газету, она так и называлась «Копейка». Мы вообще раньше-то вот так вот и проходили сквозь ту арку, сейчас просто приходится, видите, немножко ход конем делать. Я тут вел буквально на днях группу в полной уверенности, что мы сейчас там пройдем и не прошли. И вот про эту «Копейку» я тоже расскажу, потому что это была газета такая достаточно демократичная, рассчитанная на рабочий класс вполне себе, но вот что с ней произошло, будет сказано дальше. Да, соответственно, гора. А буквально неподалеку отсюда располагался и располагается до сих пор. Это уникальная, конечно, история, когда клуб из 90-х жив до сих пор, это клуб грибоедов. У него еще была приставка «Модный клуб грибоедов», и это было неспроста, потому что этот «Модный клуб грибоедов» был организован музыкантами, причем я бы не сказал, что рок-музыкантами, все-таки рок – это понятие такое относительное. Группа «Два самолета», я не знаю, у меня язык не поворачивается называть их рок-группой, но, тем не менее, они себя в то время таковыми именно и трактовали. И золотая осень, рябина красная, все такое прочее. Видите, как все облагородилось, как все пришло в прекрасное состояние. У нас сегодня будет экскурсия под эгиды слова «прекрасные», да? А, прекрасно? Потому что, конечно же, флагманом технокультуры являлся клуб «Тоннель», тогда уже существовавший, точно так же в бомбоубежище. И они предприняли изначально эту попытку в клубе «Нора». Вот клуб «Нора» был как раз под горой. На горе гора, под горой нора. И потом решили это дело, так сказать, масштабировать до грибоча, о чем я пару слов скажу. Здесь, с одной стороны, бросается вот эта чудесная народная фреска, а с другой стороны, совершенно не бросается, люди как бы не обращают внимания вот на это, на вот эту мемориальную доску. Известие Петроградского совета рабочих депутатов. Ну, я вот тут буквально на днях водил группу и спрашивал у людей, в чем подвох. Ну, во-первых, почему немножко неправильная надпись, потому что не только рабочих депутатов, но и солдатских депутатов. И вообще я очередной собеждаюсь, что совершенно народ плавает в том, что у нас было в 2016 году, что у нас было одновременно и временное правительство. И вот это самый совет солдатских рабочих депутатов. Написано, что здесь был отпечатан первый номер газеты «Известия», о чем здесь не написано. Здесь написано о том, что... Раньше это действительно была типография, вот здесь, вот туда, вот это все корпуса типографии вот этого общества, про которое я рассказывал. Газета «Копейка», как я сказал, уже была такая народная, ну, само название вам говорит об этом. И пойдем, перейдем улицу. В феврале сюда пришли люди и сказали, большое спасибо за ваши станки, теперь здесь будет отпечататься газета «Известия». Да, вот так вот оно произошло. Было наше, стало ваше. Традиционный мотив той эпохи. Ну, понятно, что о таких вещах не станешь вещать на мемориальных досках. А вообще вот эта вся улица называется «Печатника Федорова». И когда мы говорим слово «печатник», ну, вот у меня лично первое... Это не Федорова? Это вот как раз оговорочка по Фрейду. Нет, конечно же. Это Григорьева, «Печатника Григорьева». Потому что, опять-таки, когда говоришь «печатник», вот у меня лично автоматически «Печатник Федоров Москва», вот этот памятник, там Никольская, там Синодальная типография, «бла-бла-бла-бла». Пойдем туда посеконечку. А что это за «печатник Григорьев» такой? Это на самом деле просто один из молодых революционеров, который участвовал в штурме Зимнего дворца и потом погиб в боях с войсками Еденича. В школе я когда учился, Еденич для меня был, например, на равно Гитлеру. Вот какой-то шел, такой злой дядька, завоевать Петроград. Вот выясняется, что было-то у него там всего 17 тысяч человек на огромный вот этот военный корпус, который был в городе, плюс Кронштадт. И вообще называли его вторым Суворовым, этого Еденича. И как вообще вот все в жизни меняется в зависимости от того, с какой стороны вы смотрите. Я его не оправдываю, просто, ну вот, тема промывки мозгов всегда актуальная. Мы с вами вышли вот на эту улицу. Сейчас мы перейдем здесь в дорогу. Хочу вам показать один интересный не монумент, а некую композицию, непонятно для чего сделанную, но, естественно, уже обросшую всякими там легендами и прочее. Вот в этом садике она находится. Инсталляция была установлена в 2010-х годах, не знаю точную дату, да и оно и не важно, инсталляция под названием «Знаки зодиака». И говорят, что если положить на ваш знак зодиака руки, то, соответственно, за годы ждания, то оно сбудется. Вот, например, рыбы. Можно прерасовать сюда уши, и это будет как раз выражение лица человека после посещения клуба «Грибоедов» где-нибудь в 5 утра. Поэтому, если хотите, конечно, можете поэкспериментировать, но я считаю, что надо обязательно еще, конечно же, сделать три круга вокруг. Видите, это я, стрелец. Почему-то один единственный, у которого еще остались хоть какие-то буквы, потому что, конечно же, люди же у нас, ну, рукастые, им надо это все дело отодрать, чуть-чуть этой, чертой матери. Поэтому я теперь теец. Теец. Вот, значит, три раза обижать. Вот, пожалуйста, тоже. Некуда приложить силушку, силушку богатырскую. Обижать три раза. Прыгнуть обязательно через себя, перекатиться, сбегать до Грибоедова, поцеловать дверь, вернуться, и тогда, вот тогда, тогда стопудово желание сбудется. Это я вам абсолютно точно гарантирую. Мы сейчас вернемся, мы вообще сюда вернемся, и я вам еще расскажу, естественно, про клуб Грибоедов. Но мы сейчас вот сюда выйдем, или лучше вот там, нам там будем переходить. Давай сейчас мы просто сразу, да, покажем, чего уж тут. Он скрыт за деревьями. Значит, я тут родил такой экспромт. Уже и осень очень близкая, точнее, осень-то сейчас, да, уже зима довольно близкая. Уже ушел диджей Ре Диско. Ре Диско – это Денис Медведев, к сожалению, умерший. Вот как раз один из организаторов. Я и у него брал несколько раз интервью по поводу там истории этого замечательного заведения. Ну и вообще, парни там, и Белянкин, и Синдаловский, они много раз об этом все рассказывали. Как говорил Денис, «Сарствие мое небесное», они поездили по Европе, мы поняли, что вот везде есть веселье, а в Советском Союзе его нет. Тут, конечно, многие возразятся, но он был абсолютно прав. там, имея в виду, какое веселье, да, он подразумевал. И они решили замутить вот после Нары здесь клуб. Бомбоубежище это было уже в частном владении, поэтому они просто стали договор об аренде. Ну и первая вечеринка здесь была. Я там не был на этой вечеринке, вообще, я как бы в этот клуб очень мало ходил, на самом деле, изначально, потом уже попадал со своим проектом, когда мы тут концерты давали. Набилось полное бомбоубежище, приехал местный ОМОН, они подцепили дом, дверь домкратам и просто выдернули ее вместе с косяком дверным. А внизу парни сказали, что сейчас, во-первых, всем бесплатный алкоголь, попросили барышни намыть полы, ну и когда туда ОМОН влетел, они все лежали лицом вниз на чистом полу. Те, конечно, обалдели от такого, но, тем не менее, выволокли их сюда лицом в снег. Как они говорили, там было украдено много чего, там вплоть до куриц с кухни и пепель со столов, и они пошли, пожалуй, с местному бонзе, милицейскому на тот момент еще. Ну, за это им еще прилетело в следующий, на следующий день, они приехали сюда опять их как бы лицом в пол вминать, потому что, типа, что это вы тут жалуетесь. Вот здесь по замыслу замечательного архитектора Миши Бархина должна была быть надстройкой совершенно иного характера. Я сейчас подставлю картинку, абсолютно такая футуристичная тема. Если бы она здесь появилась, то это был бы, конечно, огонь, потому что, ну, она не кукурузина наша, ничем бы ландшафт не испортила, а то оборот бы его всячески не приукрасила современной архитектурой. Но не получилось. Вот. И, в общем, собственно, клуб зажил своей жизнью. Я помню прекрасный журнал Pampers назывался, он был вот такой узенький. И вот столько лет прошло, а там люди помещали объявления. Ведь нужно понять, не было никаких социальных сетей еще на тот момент, да, и как бы контекст, конечно, сейчас иногда сложно объяснять там 20-летним представителям рода человеческого с полным уважением к молодому поколению, это говорю, а не без этого. И вот объявления о знакомстве, какие-то девушки, две прекрасные мальчики, и хочется чего-то интересного, необычного. Коллективное выпиливание лобзиком не предлагать. Сейчас это было бы, ну, такая, знаете, мемчик в каких-нибудь там лентах новостных. А тогда вот мне настолько это врезалось в башку, я подумал, блин, прям захотел с этими девушками познакомиться, но я был очень закомплексованный на тот момент. И вот так вот прямо не, ну, да, да, бывает такое. Вот, и он здесь существовал прекрасно, здесь начинали многие коллективы, то есть здесь был, например, первый концерт группы Ленинград, когда еще Вдовин пел, да, к слову. А вот это у нас классическая такая коммунальная история, тут вот, это что, натуральный, что ли? Да нет, конечно, да, это муляж. Вот, видите, люди белье тут могут сушить в углу. Вот это меня очень радует. Иногда ходишь там по рынку какому-нибудь или там в гостином дворе пробегаешь зимой, чтобы согреться, думаешь, кто эту всю херь покупает? Вот, пожалуйста. Смотрите, какие красивые навесочки. вот эта штука она обычно кладется в раковину, ну, чтобы очумелые ручки, наверное, посмотрели какую-нибудь передачу и ну, вот это до мерзости приличное окно. А это типичный закуток счастья, но я люблю тебя, котенок. Видите? Это мой закуток счастья. Я, конечно, хотел изначально сделать проходку с Белянкиным, потому от горы до норы так вот. Ну, он человек занятой, мы с ним списывались и в итоге он меня задинамил. Я сказал, ну, окей. Но у нас будет другой мне небезызвестный человек, который расскажет про клуб гора. И получалось так, что здесь сначала был живой концерт, а потом дискотека. И это был абсолютно новый формат. То то, что сейчас для Петербурга и вообще в принципе для всех абсолютно общее место, тогда это было что-то вау. Что сначала музыка живая, а потом музыка умст, умст, умст. Видите, какие бывают еще у нас вендшахты под таким мощным замком. Интересно, есть у кого-то ключ вообще от этого замка? Что-то я сомневаюсь. и как рассказывали соответственно ребята, многие группы играли за уважуху. То есть они начинали играть за уважуху, потом они раскручивались, требовали огромное количество бабла, им не давали, они обижались, но потом возвращались и опять играли за уважуху. А вот здесь у нас очень интересный объект с лошадиными головами. дело в том, что когда мы выйдем на улицу Боровая, мы там с правой стороны нам бросится в глаза рынок ямщицкий, рынок ямщиков, который там располагается в самом конце. Что сделают эти лошади? Ну ямщики это кто такие? Вот ответьте на вопрос, я всегда задаюсь вопросом, получаю разные ответы. Но это помесь дальнобойщиков и курьерской доставки такой междугородней. и они отсюда отправлялись туда, на юг. Им нужно было проходить финальное ТО перед выездом. Собственно, это ТО проходило здесь. Здесь лошадей подковывали, здесь их проверяли на профпригодности. И здесь была ветеринарная служба, собственно, именно поэтому эти замечательные лошадки только присутствуют. И заметьте, уникальный опять-таки и сейчас здесь тоже ветеринарная клиника. Хотя одно время после войны здесь располагался женский отряд, который занимался восстановлением города Ленинграда. Но это большая редкость, когда функция здания сохраняется через смену государственного строя. Это совершенно потрясающе. Извиняюсь за ветер, потому что тут аэродинамическая труба. вот мы заходим в прекрасное место, куда я очень люблю водить людьев. Тут во-первых кошачья ферма, мы их там увидим в скорости. Ну смотрите, вот всегда говорю, что в принципе вот это можно вот так выпилить и в какой-нибудь музей типа Момо Нью-Йоркском выставить как предмет современного искусства. то есть как-то там все это законцептуалить и так далее. Вообще это чудом сохранившийся каретный сарай древолюционный причем двухэтажный. Здесь у нас тоже видите прекрасный закуток счастья почти в три оси. Там вот пока что ничего нет, но там можно я не знаю конечно фиг будет видно наверное не добьет. Там дранка видна. Там видна дранка на той стене или вот здесь сбоку может быть там возьмет камера и это показывает как соответственно меняется структура здания. Ну то есть нам кажется я миллион раз говорил нам кажется что это дом каменный а по сути все перегородки все перекрытия деревянные. Поэтому они горели во время войны просто идеально. там в конце кисики но они сейчас убегут они это не крымские котики здесь они у нас видите такие пугливые достаточно вот раз убежала два убежала третья пока сидит но наверное тоже убежит и третья тоже побежала к себе в домик ну и собственно вот замечательный закуток если вам кажется что ваша жизнь плоха придите сюда вот здесь вы поймете что наверное ваша жизнь не так плоха хотя видите везде есть цветочки и так далее как правило вот такие подсобные помещения они были с квартирами служащих я об этом уже говорил тоже неоднократно то что сейчас вот например если допустим у вас личный водитель допустим вы олигарх потому что смотрите видите это чьи-то то есть как на даче замочек вы звоните он приезжает а раньше куда позвонишь все должно быть под боком все должно быть сразу же здесь и какие мощные раньше петли были каждый раз показываю вот так они крепились основания петель они обычно остаются когда это все снимается ну и вот вам пожалуйста тоже труба прямо вот ну здесь когда-то был душник то есть задвижка это все отсылает нас к тому как раньше все эти дома отапливались дровами огромное количество дверей это подсобные помещения дворницкие и все такое прочее есть прекрасный в ту сторону я думаю что вам хватит по самом деле потому что это такая лиговка в чистом виде в самом настоящем ну и в итоге соответственно грибоедов прекрасно существовал ходили байки что там в туалетах камеры висят у меня знакомый сам я этим не занимался а знакомый у меня в туалете так сказать имел куитус представительницы слабого пола и очень этим гордился и вообще это было одно из самых таких сильных ощущений я думаю до сих пор наверное он об этом вспоминает мы все такие вещи вспоминаем но никаких там камер не было это сами владельцы пустили этот слух потому что там в системе вентиляции находили шприцы и вот чтобы там народ этим делом не занимался вот они сказали что типа в туалетах установлены камер ну как бы пустили такой слушок не знаю спасло ли их или нет там был прекрасный челлаут такой топчан покрытый коврами куда можно было пойти прилечь в не онлайн если делать отсылку к Жене Лазаренко и его проекту из прошлого выпуска вот рынок имщиков обычно когда у меня экскурсия идет по имщицкой слабоде от Лиговки туда дальше то вот мы проходим вот там вот ну и периодически заходили в этот челлаут охранники так вот дергали тебя чтобы ты не заснул там допустим а очень хотелось иногда так прикорнуть особенно если ты перекирял чего-то у меня там было пару личных моих довольно интимных историй поэтому не хочу рассказывать потому что там тоже да связано с одной девушкой прекрасной потом были тяжелые отношения и я виноват и она виновата и все виноваты ой ой да был редкий случай когда мне стихи между прочим писали обычно я стихи писал да посмотрите какой угол вот у этого здания острый и вообще вот этот вот дом он конечно ужасно сейчас выглядит весь такой грязный прочее это примерно то же самое что и вот этот дом только до революции то есть если это такое вип-жилье большое сейчас которое пытается преобразить пространство вокруг себя и я вот такие здания сейчас наблюдаю в Берлине когда я приезжаю а слушай да выгнали он обычно в дворе стоит этот Ягуар а чё его там места не нашлось вот это да ну во-первых он ездит как мы выясняли да слушай ну я мне такая тачка нафиг не нужна это не ну если у меня будет слишком много денег я может что-нибудь куплю но не такое вот это вот такой современный Берлин он сейчас тоже обустраивается становится таким безликим абсолютно но конечно же это здание оно несколько выглядит более выигрышно чем вот то но когда то здание построю было построено оно в глазах населения той эпохи оно выглядело так же то есть они смотрели и понимали что это прямо вот супервип-жилье очередные колеса отбойные у нас столбики заходим сборовой сюда а вот здесь вот а ну просто заняли его место он обычно стоит вот здесь этот ягуарчик и я иногда если сомневаюсь в стуле вообще в подворот не нырнул я вот по нему и ориентируюсь сейчас мы идем направо пользуется видать сейчас рабочий день на самом деле еще пока не закончил еще пяти часов нет и поэтому естественно каждую щель пытаются использовать под парковку тут даже видите личный гараж у кого-то есть вот здесь вот вот здесь прекрасная картина наша любимая между моего ищеля вообще вот сколько бы я не водил людей из разных городов они конечно когда это видят они ошлевают от того как раньше вообще происходило строительство особенно внутри дворовых корпусов вот тут стеночка пошла немножечко гулять видите такая трещина большая но кирпич кирпич это позволяет сделать здесь здесь раньше тоже была кошачья ферма стояла она вот там но потом ее убрали но заметьте что есть деревья с них падают листья и возникает некое ощущение золотой осени хотя я вот тут побывал в гостях тоже в одной доброй фее которая купила себе квартиру возле сеной площади привет тебе и я понял что-то как-то все-таки не хочу жить окнами во двор вот очередная кися пойдем покажу очередную щель редкий бронмауэр без окна вот тоже посмотрите ну вот это что такое немножечко недозамазанное а что ты бегаешь что мы тебе ничего плохого не делаем мы тут ходим снимаем да они все всегда хотят что-нибудь кушать и сейчас мы возвращаемся обратно на самом деле то есть мы сегодня у нас вообще такая зигзаговая прогулка и когда вы выходите из этого замечательного внутридомового пространства вы смотрите во-первых на эту неземную красоту да но вы вряд ли смотрите вот на это здесь очередная табличка впалдам той что мы видели в самом начале а дело в том что ну вот в данном случае почему 1905 год 14 ноября пойдем вернемся хочу одну фотографию показать дело в том что опять-таки напоминаю вам что 1905 года были запрещены все официальные собрания вы не могли организовать никакую партию политическую и после принятия манифеста 14 октября 1905 года напечатанного на машинке Сергею Ильичем Витте и соответственно подписанного Николая Второго вот наконец стали образовываться профессиональные союзы и вот эти профессиональные союзы которые были базой для создания революционных настроений они базировались в разных квартирах и после революции были отмечены такими мемориальными досками которые конечно же сейчас никому вообще в глаза не бросаются вот этот дом как вы можете заметить он после не только революционный а вообще послевоенный потому что я вам сейчас покажу картинку ее конечно надо было с той стороны показывать что было раньше на этом месте это две фотографии блокадные ужасные одна показывает дом который был здесь раньше и вторая фотография показывает как возле этого дома лежат два трупа погибшие во время авианалета вот это все я думаю тоже когда-нибудь изменится в лучшую сторону потому что ну вот для москвичей чтобы вы понимали ну грубо говоря Лиговский проспект это одна остановка от площади восстания то есть для вас это я не знаю Новокузнецкая Третьяковка если говорить про юг а если говорить про север ну это вполне себе такая чистые пруды ну не знаю ну реально тверская да ну вот вот посмотрите вот этим петербург не ну это понятно это выносят да сейчас будут грузить но вот этим петербург конечно отличается от москвы потому что там бы это все уже давным-давно было бы скуплено переделано под офисы клубные дома бла-бла-бла все такое прочее а у нас здесь вот какая плотная краска то была а это даже не краска это смотри это бумага что ли да это наклеено это технология да то есть люди заморочились или они поверх какой-то бумаги это делали я уже даже не знаю извините что я мусор в этом в этом чистейшем так сказать месте ну в общем мог бы и донести но свинья что поделать свинья грязь найдет вот это меня очень интересует что с этим будет потому что это гаражи тут даже видите кооператив написан как нового купчина и с этим то проще разобраться потому что сложнее расселить дом тем не менее эти гаражи существуют до сих пор и а место это очень лакомое понимаете здесь можно построить что-нибудь хорошее дорогостоящее и так далее вот этот корпус это воронежские бани это после революционной постройки. Я сейчас покажу, как они выглядели до революции. Вот я сейчас подставлю фотографию. Очень неплохие бани. Мы ходили сюда там с Валерой и Кириллом. Кирилл как из штатов приезжает, так мы в бане идем. Вот я их в последний раз свозил в фонарные бани. У нас открылись в фонарном переулке. Я все ходил там, облизывался. Мне так хотелось туда попасть. Дорогие, конечно, правда, но оно того стоит. Дорогие, три тысячи два часа. Но туда заходишь, слушай, но это прямо вообще. То есть там интерьер. Я вот понял на самом деле, за что все-таки платят деньги дизайнерам. Потому что особенно после Крыма, где вот все там красненькое на зелененьком, а синенькое на фиолетовом. Очень приятное сочетание цветов. Совершенно вот как бы мало то, что дизайн мебели и все остальное выдержан правильно, но вот именно вот это сочетание там серого и фисташкового как бы. Ну вот оно круто. Это бывшее товарищество дореволюционного братьев, не помню как их фамилия, Кожевниковых что ли, которое занималось производством всевозможных тканей и всего прочего. После революции, как вы думаете, это называлось большевичка. Опять-таки как-то в случае с типографией изъяли. А теперь бизнес-центр, который тянется вот аж туда, потому что там вот на Тюшино, где я перепарковался, там тоже БЦ большевичка. Вот так вот тут большевичка стала олицетворением бизнеса. Мы заходим сюда, рассказываю историю. Значит была у меня, ну и экскурсия у меня проходит, была у меня видео проходка, секрет Невского, проходные дворы. И там, когда заходишь к Снегиревке, к Снегиревскому родильному дому, там за ним располагается труба. Вот примерно такая же. И я говорю, ну я рассказываю про, соответственно, башню Грифонов, как ее там расписали и как тогда Грифоны прилетали на Васильский остров, как это все достало местных жителей. Они это все дело забаррикадировали, повесили надвести по частной территории, зайдешь, убью и прочее. Но их можно понять. Я говорю, показывая вот на ту трубу на площади, соответственно, на улице Маяковского, а что бы вот эту трубу не разрисовать и не придать некий мистический смысл? Ну учитывая, что там тем более Путин родился в соседнем здании. И что вы думаете, присылать мне новость? Какой-то художник ее уже расписал, разрисовал. Вот даю наводку. Еще один фалус. Явно здесь в 12 часов происходит страшное. Вот видите, там штаны висят. На самом деле там когда-то висел человек, но остались висеть одни штаны. Поэтому эта мистика, которая преследует нас всегда, везде и постоянно. Ну вот это типичные такие корпуса доходные, которые вот так вот и идут чередуя. В данном случае между Воронежской и Лиговкой, Лиговским проспектом. Тоже тут можно сразу вычислить коммунальные квартиры. По цвету. Тут я видел новость от Беглова, что типа 26 тысяч квартир коммунальных должны расселить скоро. И вот они все расселяют. Кися-пися. Здесь у нас притаилась за плющом очередная веншахта. Видите, как их наскоро лепили? Лишь бы было. Не придавая мы никаких архитектурных изысков. И мыло сейчас вот такое вот можно показать перспективу, как вот мы идем. Опять возвращаемся на Лиговку. Напоминаю, что это у нас бывший канал, вообще-то, который питал. Фонтаны летнего сада до наводнения 1777 года. Кто-то тут приехал и пометил. Вот ему очень важно было написать, что он из Мэтищ. Но я понимаю, что когда ты приезжаешь из Мэтищ сюда, то на тебя это производит впечатление. Вот сюда можно взглянуть. Вот видите, опять-таки идет реновация. И скорее всего здесь, на территории опять-таки бывшей фабрики, на самом деле, появится какое-то новое элитное жилье. Потому что вообще территория Лиговки раньше, ну это был, конечно, трэш-угар, садамия. А сейчас это все преображается. И вот смотри, вот, например, вот человейники, да, дореволюционные. Вот у тебя видишь, какой счастливый вид. Даже люди пытаются что-то проветривать. Вот. Ты смотришь сюда. Да, и сейчас там даже туда дальше, к обводному, из-за обводной, это все продается типа центр города. Ну это центр города, конечно, но это вот не тот центр города, как вот мы на Приморской гуляли. Там все-таки рядом залив и как-то приятнее. Я имею в виду центр-центр, да. А здесь вот, особенно, вот в это время, когда пробки постоянные, вот это пылище от машин, это как-то, не знаю. Но на вкус и цвет все фломастеры разные. Здесь бы я хотел, во-первых, показать вам фотографию, как это выглядело раньше. И показать фотографию, как прокладывают коллектор дореволюционный. И показать вот это совершенно потрясающее произведение архитектурного искусства. Это колонны из дерева. Они реально деревянные. И видите, как они красиво прямо поставлены. Очень эстетично, очень эстетично, да. Сюда в Пиндюрины кто-то тут хапцы хранит. Вот, кстати, еще там одна труба виднеется. Ну, дело в том, что раньше вся эта территория, она была подчинена идее, как бы, промышленного производства на самом деле. Я уже говорил неоднократно, что мы, когда ходим по центру города, нам не приходит в голову, что за каждым домом могла быть какая-нибудь там столярка или какой-нибудь там даже железо там какой-нибудь обрабатываемый цех. Вот, красиво. И все-таки по часам могу сказать, что в ноябре здесь очень тяжко. Вот, видите, два прекрасных актера. Вот буквально на днях я показывал. Врезанный актер. И мы с вами опять возвращаемся туда, откуда мы начинали, потому что я вам хочу показать одну из моих любимых картин под названием «Ад перфекциониста». Люди пытались переделать свои какие-то постройки. Сюда зайдем. Как это все не сочетается? Вот это V8 Turbo и вот такое. Вот обратите внимание, тоже каждый раз показываю, вот там вот элемент такой, такая палочка железная с такой пипкой. Это стяжка, связь. Спрашиваю часто, некоторые уже начинают отвечать, потому что смотрят мои видосы, ну а некоторые это просто знают. То есть, несмотря на то, что это дом, начало 20 века, тем не менее, все равно вот средневековые вот эти технологии, когда застегивают, замыкают, чтобы домик не упал. Да, и просто вот по левой стороне у нас будет большое количество еще дуо революционных, на самом деле, гаражей, что мы можем понять по вот этим трубам. Какой у него будет доброжелательный взгляд. Вот он на меня смотрит такой, рад мне, прям очень рад. Вот, видите, раз, два, три трубы. Собственно, вот, наконец-то улыбка появилась, божечки-кошечки, ну слава тебе яйцам. Местные жители смотрят на тебя, как на кусок говна, да. То есть, ну, добро пожаловать в Питер. Ну, это не только здесь, в Крыму, кстати, тоже у меня такое бывало. Но я их все равно люблю за это. Вот, смотрите. Немножечко. Немножечко. О, расскажите-ка, расскажите, давай. Вы знаете, что вообще здесь стояло? Стояло? Нет, что стояло, не знаю. Семеновский полк стоял раньше. Ну, подождите, ну, немножечко не здесь. Нет, а это как, нет? Это конюшни были в Семеновском полке. Вот это конюшни? Мне кажется, он подальше был. Семеновские конюшки стояли. И это было конюшни. Ну, в конюшни поверю насчет семеновских. Поверю, Ренат. Николай! Николаевич! Алексей Николаевич! Алексей Николаевич! Неужели здесь действительно... Вот они снимают, а они знают, что нет? Неужели здесь действительно Семеновский полк стоял? Он же дальше стоял. Семенцы. Это дальше к технологическим... Да, да, Семенцы. Здесь не было ничего. А конюшня? А конюшня при каждом купеческом доме была. Да. Ну, вот в конюшне... А эти улицы, как сейчас... Разве можно верить... Разве можно верить пустым словам балерины? Да. Да. На «б» я другое слово говорю. Ладно, спасибо. Грузовский, Можевский... Да, 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 да. Да, спасибо. Видите, вот, местный житель подсказал правильную трактовку. Ну, там как, действительно... Я снимал там? Нет, мы там не снимали. Я там только водил. Да, действительно, у нас есть район Семенцы под названием. Там, действительно, Рузовская, Можайская, Полтавская и так далее. И вот, чтобы выучить название этих улиц, придумали, разве можно верить пустым словам балерины? Последняя Бронецкая. И там жила как раз Ваганова. Может быть, поэтому я думал, что балерины. А вот он предлагает немножечко свою. Но радует желание людей все-таки доказывать вот это. Но я думаю, что после стаканчика этот человек будет очень сильно спорить, что здесь все-таки семенцист был. Семеновский полк, но он не мог здесь быть, конечно. А то, что конюшни, да, это правда. Вот по трубам мы это, собственно, и можем судить. Мы опять выходим на Воронежскую улицу. И вот сейчас я вам покажу, собственно, просто чудо-чудное, диво-дивное на самом деле. Потому что как меняется, опять-таки, ландшафт. Буквально еще в прошлом году я ходил, здесь был ух, здесь был, а теперь... Здесь есть типичный такой двор-колодец. Но по этому двору-колодцу можно судить, как можно из говна сделать конфетку и наоборот. Вот, посмотрите, да. Вот это у нас уже чистая такая Германия. Бельгия, Голландия. А это чистый Петербург. И вот, посмотрите, видите, драночка вот здесь? Вот драночка наша любимая, деревянное перекрытие. Это то, о чем я говорил. Здесь и вот с этой стороны в том числе. Да, то есть, я очень надеюсь, что когда-нибудь и этот дом станет тут таким же, потому что красота неописуемая. Еще один флигель у нас ремонтируется. Вот, посмотрите. Ну, это же отлично, это же прекрасно. Я тут сделал пост, где написал, что мне, конечно, как блогеру, который водит экскурсии, считается по санным дворам, это плохо, потому что нечего показывать. Но для горожанин это прекрасно. Хочется ходить вот в таком городе, а вот не в таком, блин, а? И раньше вот эта вся территория, она вся была вот в этих вот замечательных фресках. И такие же фрески, почему, видите, тут весь автор. Эшер. На французском языке. Эшер. Эшер. Да. И раньше, вот я вам сейчас покажу еще один отдельно стоящее здание. Тоже все было разрисовано, расписано. И там, кстати, были очень прикольные тоже граффити. Сейчас переделали. Я понимаю, что оно будет вот таким же, как вот это. Вот сейчас идет строительство. И я вам покажу нашу прекрасную малюшку. Матильда Феликсовна Кшесинская здесь изображена. И вот как можно сделать город прекрасным. Вот так. Причем, видите, они как-то так заморочились. Сквозь нее проходит панорамка. Вот тут Мариинка, да. Смотрите, наш выпуск с тенором Скороходовым. Прямо изнутри Мариинского театра. А вот это вот углубление тоже я все время показываю. Они бывают прямоугольные, они бывают полукруглые, они бывают даже треугольные. Это сделано для того, чтобы вот все-таки по противопожарной системе безопасности, когда нет окон здесь, чтобы они все-таки были в квартирах, внутрях. Вот за счет вот этих вот углублений это было возможно. Поэтому вот еще в прошлом году этого ничего не было. Еще в прошлом году здесь был Содом и Гамора. И вот с этой стороны, вот здесь и там, тут были всевозможные граффити. А вот теперь, пожалуйста, клубный дом. Ну и мы с вами сейчас будем выходить на, собственно, обводный канал. И надо сказать, что ну, пионером альтернативной музыки в Петербурге клуба, я имею в виду, является, конечно же, у нас клуб Там-Там. Но он задал некий вектор, согласно которому стал развиваться клубная культура дальше. И вот одним из первых клубов, который появился в Падамнему, стал Клуб Гора. Но опять-таки, прежде чем мы сейчас продолжим об этом рассказ, нужно посмотреть вот туда, на Крестово-Возвиженскую церковь. Я вам хочу показать пару картинок отсюда. Ну, не отсюда, а подальше надо пройти, но тем не менее. Значит, давай, перейдем в улицу. Вот туда надо камеру посылать. Значит, это, соответственно, у нас блокады, баррикады и объявления на самом деле одно из типичных объявлений той эпохи. Почему Гора? Потому что располагался этот клуб на последнем этаже он был крайне неудобный с точки зрения вообще всего, потому что забираться туда надо было по довольно узкой лестнице, а в зале, где играли всевозможные группы, там был наклонный пол. То есть пол как бы шел к сцене и буквально перед самой сценой был такой небольшой островок из 5-8 квадратных метров, где можно было встать ровно. А так ты вот стоял под наклоном. Вот еще я вам хочу показать замечательный вид. Видите, красота какая. И при этом, например, вот там замечательные потолки. Виднее, это люфтинный. И если, допустим, ну не знаю, там, одними резидентов клуба там-там был, или там, текила джаз, и даже король шут, то вот моя любимая группа Budweiser очень часто играла в горе. Там света была на барабанах. Я специально попросил прислать мне некоторые их треки, которыми я разбодяживал, и буду дальше разбодяживать наш трип, потому что тогда это было очень кочево. Сейчас, конечно, слушаешь уже с постзнанием, когда ты переслушал огромное количество музла, и так на тебя это, может быть, и не производит впечатление. Но вот тогда, в то время, вот этот рэп-кор, это было очень круто. Опять-таки, вот там еще, пожалуйста, конюшный сарай, при том, что, видите, здесь вот еще остались петли. Сейчас выйдет, какой-нибудь человек скажет. Тут Семеновский полк. Нет, Семеновский полк стоял. ТР Калигов огромнейший и прочее. А что было на месте этого ТР Калигова? Да кинотеатр там был. Норд. А рядом стоял дом. Жилой. Достаточно большой. О, прекрасно, да. Это чудесно. Учитель Краш. Это прямо, знаете, как почти на обложку. Мое почтение, господа. Да. Кинотеатр был, на самом деле, небольшой. Ну, как он выглядел, я вам сейчас покажу. С двух ракурсов. Более того, там даже, соответственно, есть фотография, которая показывает в клуб. Вход в клуб непосредственно, в гору. Ну, там не было никакой вывески абсолютно. все знали, куда идти, и так. Вот. И рядом был дом, на крышу которого я пару разбирался, один раз там сидел с одной доброй феей, и так далее. И вот та самая Нора, Нора, про которую спрашивает в фильме «Брат», она располагалась под горой. И вот в этой горе бар сделал наш гитарист, Леша Сенников, вложил туда деньги зачем-то, да? И он был одним из первых, кто начал вообще платить музыкантам бабло. Раньше ведь люди приходили в клуб просто поиграть, оторваться. Это сейчас общее место, типа там гонорат за концерт, оговаривается заранее, или там процент от входа, и так далее, и так далее. А тогда нет. Тогда, не знаю, если тебя там алкоголем напоят, или чем-то покормят, то хорошо. А хотя ты знаешь, что раньше было на этих стенах в советское время. Я вот вам сейчас покажу, что раньше, какие тут картинки замечательные висели. Да, 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 это остатки от больших растяжек, которые здесь пребывали до этого. Но, собственно, и я там играл неоднократно. И, естественно, пользуясь тем, что там работает мой товарищ, я туда ходил, и девушек водил, и там пытался с девушками знакомиться, но мне было 20 с чем-то лет. Ну что, это же... Ты сегодня вспомнил всех фей. А, нет, не всех. Нет, не всех я фей вспомнил. Ну что, сейчас я такими вещами не занимаюсь. сейчас я, как бы, если верить некоторым экспертам, стал геем и проповедую... Да, 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 я гей. И проповедую всевозможные неправильные ценности, и вообще у меня неправильность с психикой. И кто бы мне тогда сказал, что на месте вот этого кинотеатра, куда потом, как я уже сказал, еще въехал, и полигон вырастет вот такой, и вообще, что здесь будет метро, и как это все преобразится, потому что еще когда-нибудь мы пройдем вот туда, к клубу бывшему ТЭН, Десятка, он назывался, это был еще один клубец, но там зал был побольше. Поэтому сейчас мы прервемся для того, чтобы дать слово, собственно, человеку, который с высоты прожитых лет и оказавшись опять за барной стойкой, мне поведал бы вам кое-что. На Сараневском сегодня пусто, пусто, неуютно, неуютно, грустно, грустно, на третьем этаже портьеры люква, на Сараневском сегодня пусто. ну что, Алеша много годиков, он сережку, смотрите себе, он с сережкой, мама знает? мама, нет, мама не знает? маме не показывает. Мама не показывает? Я подготовился, Алеша, смотри, я, во-первых, вот смотрите, какая фотография, это мы с Алешей, у меня на Махауе, может, помнишь такое, какой-то, это, это, Новый год был? Да там на Маховой такое было, и не один раз, и не под Новый год. Они мне один раз подарили видеокассету под названием Годзилла на Маховой, я поехал куда-то, и они там у меня жгли костры налинолеуми, нам было холодно, привязали Жеку, Женю мы примотали скотчем к стулу, он проснулся так на Маку, причем голову, да, когда я приехал, там была груда осколков от пивных бутылок и большая надпись на доске Паши, простите, мы осознали все-таки в какой-то момент, так, это Я в горе из Сеников вот здесь вот, как раз, мы играли в ансамбле, который менял много раз название, да, особо ты и не менял, да, вот еще мы в горе, подожди, а где это я, это мы вот только что жопа? Нет, это жопа, это я, вот ты же, а у меня там волосы, просто, а вот, а вот это вот, это у Кирилла мы сняли, и мне, Red Hot Chili Peppers, и мне один человек, короче, ВКонтакте я запостил, и мне один человек написал, что я свинья, и отписываюсь, а на следующее утро пришел, еще раз написал, что я свинья, понял, понял, как это на людей влияет, это в моих клубе Wild Side, просто тогда в моде были пидорасы, а сейчас все гомофобы, вот и все, это же нулевые, в нулевые, любой клуб был пидорастический, это мы, кстати, с Сенниковым в молоке, да, да, я еще такой волосатенький, вот, да, помнишь такое? Ну, помню. Это мы опять в горе, и вот, вот это я, а это Сенников. Ну, в общем, вот такое времечко было, да, пойдем сюда, ты хочешь прямо. Алеша, расскажи, как ты оказался в клубе Гора? Да я что-то особо и не помню, а, у меня случайно появилось много денег, потому что умерла бабушка, меня отправили продавать ее квартиру в другом городе, я приехал с кучей денег и думал, куда бы их подевать, и зашел в клуб Гора, а там Петрович говорит, о, у тебя есть куча денег, это очень здорово, давай здесь все построим и заживем здесь весело, как три поросенка. Петрович, надо сказать, это была такая группа СС-20, он там играл на барабанах, а вообще он, собственно, этот клуб организовал. Ну, по итогу Петрович уехал вместе с деньгами в Америку с американской женой, то есть как бы на месте клуба Гора, сейчас станция метро и большой торговый комплекс. Да, и расскажи, как ты вот вложил деньги в бизнес? Очень просто, я действовал в баре, сразу же это был мой первый бар, то есть бизнес там шел по принципу, водку продал, деньги пропил, то есть это происходило все мгновенно, вот, и в общем, чего? Мы жарили яичницу в микроволновке, украшали ее кетчупом, варили сосиски, куриные еще тогда были даже, и вообще очень весело там жили. Было два охранника, один большой и трусливый, второй маленький и храбрый. Было очень много интересных людей, персонажи там были просто один на одном, я даже не беру артистов, с которыми тогда мы там все поперебухали, да, там были просто персонажи, которые там жили и работали, или я даже не знаю, как это назвать, там, электриков вспомню, например, человек, который никогда не просыхал, от него пахло жирафом, помесью со слоном всегда, то есть как бы, потому что он там и жил, и никогда не мылся. Но зато он не боялся тока, и он мог трогать любые, как бы, электрические части, и его не убивало. За это его там и держали. Были там какие-то звуковики тоже интересные, вот, но Игореша, второй охранник, который маленький и храбрый, он, конечно, многому меня в жизни научил, он мне дал познать прелесть наркотиков, вот, то есть как бы, очень добродушный, очень добродушный человек, он любил все время брать что-нибудь, и говорить мне, Леша, я вот тебе сегодня принес, попробуй, открой рот, пожалуйста, открой рот, вот, пожуй, и вот кока-колка, и запей, вот тебе кока-колка, вот, подожди теперь немножко. и, в общем, много экспериментов было интереснейших с этим человеком, но сейчас он абсолютно достойный семьянин, встретил девушку, бросил все, то есть, как бы, может быть, даже пиво пьет только по выходным. вполне возможно. Нет, чудесный был чувак. А кто организовывал творческий процесс на сцене? На сцене? Да. Да никто. Человек по фамилии никто выходил на сцену и все организовывал. Просто приходили музыканты, максимум, что они, как бы, делали, это спрашивали у Звуковыка, куда что воткнуть. Вот. После того, как им показывали, куда что воткнуть, они пытались выкрутить все ручки вправо. И, в общем-то, на этом все. И ругались со звуковиком. Все. То есть, как бы, больше ничего. Если ты думаешь, что там был конферансьер... Нет, я не... Ну, Сириков, но я же, типа, строю себя... Люди... Я проводил недавно экскурсию в Грибочи, кто-то бывал, в горе не бывал никто. То есть, уже подзабывает народ. Поэтому я строил для себя из себя такой человек, который, ну, типа... Понятное дело, что про город сейчас вообще мало кто вспомнит, потому что там не осталось ровным счетом ничего. То есть, просто, когда едешь мимо, не понимаешь даже, как это могло произойти. Но место было хорошее. там все девчонки давали. То есть... Было очень весело. Причем давали в разных абсолютно местах, в подсобках, на сценах. То есть, как бы, это было романтично. Но ты себе там даже пару пассий более-менее постоянных завел из горы же. Ну да. Потом одна пассия переехала жить к моей маме, а мама выгнала меня из дома. Подожди, это какая? Таня. А, да-да-да-да. То есть, это мне запомнилось очень хорошо. То есть, они так подружились, а я что-то так не подружился. И, короче, хуйка. Я зимой на улице, меня домой не пускают, а они живут там душа в душу. До сих пор, кстати, дружат. Нормально все. Подожди, это на Тане одеяло загорелось на Зверинской? На Тане одеяло загорелось не на Зверинской, а на Большом проспекте. Если ты помнишь, у меня на Большом проспекте был клуб. Да-да, я рассказывал, да, трехкомнатный клуб. Который, пожалуй, переплюнул твою квартиру на Моховой по разным историям. Там был кот Херес. Там был кот Херес, который, я не помню, чем закончил свою жизнь. Он много раз пропадал. Это был последний этаж, там был выход на крышу, и Херес постоянно свалил на крышу. Еще он жрал сухие макароны. Он жрал все непонятно, чем срал, потому что никто за ним никогда не убирал. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, если только какой-нибудь сердобольный гость, который, зайдя в туалет, прослезится, то есть, как бы, мог случайно выкинуть это просто в окно, ну, так, просто веником собрать и в окно выкинуть. вообще квартира была уникальная с ванной на кухне в этой ванной часто спали люди разные карьера твоя барменом владельца бара сколько длилось то примерно да ну где-то наверное год потом через год все закрыли на ремонт да да и когда да и когда как бы даже те деньги которые заработались чуть-чуть там до ушли в ремонт вот на этом счастливом то моменте как бы петрович уехал все а потом ко мне приходили бандиты и такие а где бабки брат такой бабки в америке в америку мы не поедем потому что это не фильм брат в общем обижать меня не стали вообще там были какие кому платились деньги за то что там люди играли ну то есть с кем вообще был договор ни с кем никакого договора то есть насколько я понял да то есть мы находились в этом здании под обещание что мы его отремонтируем и сделаем из него филармонию вот и под этой лягушачьей бумажкой то есть как бы мы там находились как минимум два года но мы даже начали делать ремонт и даже там в одном углу было похоже на филармонию вот а так по того а так после ремонта там появилась еще и нора то есть место ну вот тут же так часто бывает жизни ты строишь филармонию а получается наркопритон потому что ну это чисто по бизнесу выгоднее наверное конечно но ты бы куда пошел филармония в 90-х да в наркопритон с кучей девок которые еще и дают так что в общем выбор был очевиден и в общем кому там платили бандитам там платили но не я платил вернее как когда было мало денежек платил я когда было много денежек петрович платил то есть ну так вот так и такая была дележка но бандиты были очень смешные мне нравились то есть как дети действительно допиши кого-нибудь из них слушай ну во первых у них был фетиш у этой группировки там же у каждой группировки обязательная была форма одежды ну там про все эти зеленые красные пиджаки помню все а вот про то что например одна из группировок не носила носки никогда не зимой не летом только на босу ногу вот у нас была такая банда это считалось признаком мужественности потому что к тому же как я понимаю ботинки в любой момент можно было скинуть для драки для настоящий был там человек который которого звали ножницы нет портной потому что он ходил вот с такими портняжными ножницами этот бандит но зато они очень быстро решали вопросы связанные как бы с подвыпившими драками там или с какими-то гораздо быстрее чем сейчас современные чоповцы то есть это все только кто-то на кого-то замахивается все сразу тук-тук выносят выносит они там постоянно мониторились да они там постоянно мониторились там был американец который у меня работал который почерпнул очень много из этой страны который увидел бандитов который прочитал лекцию на входе о том что деньги за вход надо таких платить бандиты его поддержали и у нас была потрясающая касса в этот день просто заплатили все все кто говорил что они мои друзья и заходили бесплатно обычно заплатили все вот и в общем помнится мы подняли хорошо бабло музыкантом ты же говорил что ты вроде бы тоже начали платить какой-то момент слушай с музыкантами на самом деле общался петрович но это же в общем такой как сказать я такой человек который как бы ну зачем платить музыкантам им за счастье должно быть что они здесь играют хотя конечно он не настолько был крут как скажем там там да где за ящик пиво играли все вот это было действительно круто когда как бы неважно мы с пашей придем туда попить или не кейф то есть как бы и тот и другой получит ящик пиво вот это было действительно круто а тут тут я так понимаю про деньги в общем много даже великих к сейчас известных групп там всякие там с плены и прочее с плену кстати я сказал что он поет тоже пьян был потому что ну что это я рыба без трусов несешь то есть как бы то есть вряд ли он конечно это помнит да я думаю что время ему много чего говорили там нет там много было эпизодов там как бы все эти там колыбели для кошки кирпичи и то есть как бы очень много дельфин ну дельфин меня поразил свое время конечно сразу в общем то причем надо был дельфина была еще группа дельфины там салагуб играл на вас они пытались какой-то хардкор такой тоже жесткий играть и они кстати в горе играли нет самые страшные это были металлисты потому что они они во-первых они татана во вторых и они очень организованно приходили очень их всегда было много и вот один раз большой не храбрый охранник он реально голову выше меня долго ходил беру лёша мне нужен газовый пистолет лёша мне нужен я купил ему газовый пистолет и когда началась заваруха в баре ну а ты в баре стрелять из газового пистолета это положить всех значит то есть как бы одним выстрелом во вторых мне очень понравилась его реакция то есть как бы как профессиональный охранник он просто кинул пистолет не так за стойку и убежал а я стоял с этим пистолетом как в кино из за стойки пытался успокоить металлистов которые били друг другу об голову пустые пивные бутылки но никто не умер у них музыка была очень мелодичная и как бы разнообразная я бы сказал да я могу продемонстрировать блин сатана все и они мне очень нравились потому что они-то считали что они очень страшные а на самом деле не страшные то есть как бы вот вообще ни разу ну да но это кстати был тоже расцвет и все все это металл культуры которая сейчас кстати как-то под сдулась на мой взгляд я сейчас вообще непонятно что происходит хорошо то есть все это в определенный момент подошло к некому логическому завершению виде настал день x когда клуб закрылся да и как-то произошло ну да это было в каком-то тоже пьяном угаре то есть как бы но в общем я наверное там потихоньку и начал уже да там сбухиваться окончательно то есть как бы под конец и так как-то все все хуже 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 и как закрылся не особо помню просто разбежались все и все то есть как бы все на этом закончилось я думаю что это липовая бумажка по которой мы там работали работали тоже закончил свой срок действий печать стерлась печать печать подтерлась да нет я думаю что там просто ну как как это у нас делается да то есть как бы глава района стал другой а этому не не заплатили поэтому все чуй но все равно там долго не просчитывал то есть чтобы нулевым нулевых он скопытился бы полюбас в любом случае его планировали сносить о чем нам никто не говорил мы же думали что мы там будем находиться в вечность как бы ты описал опыт который ты получил в этом прекрасном заведении да прекрасный опыт любой опыт прекрасен на самом деле все очень позитивно слушай но сейчас у тебя другой бар называется лайк он находится рядом с метро площадь мужества мы оставим там ссылку мы кстати снимали там клипец ленин джип на это была ковер версия на леди джейн майкла джексона вот с позволения алёши это происходило ты как там вот те какая то есть там ностальгии или прочее вот что ты вообще испытываешь да нет здесь сейчас другое на самом деле здесь больше про деньги там было больше для души то есть там деньги не имели значения вообще то есть мне кажется в 90-х в принципе вот деньги это была какая-то нет на самом деле просто в чем вообще как бы разница да все там спрашивают молодежь то спрашивает сейчас так как как то было вот то есть типа чё чё вы говорите что было лучше или хуже не лучше не хуже по-другому по-другому сейчас деньги тогда деньги это был инструмент который нужен был для того чтобы бабу вы покрасивее купить все что-нибудь поинтереснее вот то есть это был инструмент для достижения каких-то целей то есть сейчас это уже не инструмент это сама цель то есть как бы уже баба никому не нужно если встанет вопрос деньги или бабы то ни у кого не возникнет как бы даже мысли какой-то да то есть как бы потому что деньги стали самоценностью я считаю что это как раз беда деньги это здорово но когда на молоток начинают молиться то это странно поэтому приходите в бар лайка вот покажу последнюю фотографию это я где мы заработаем на вас деньги до бары кстати классные очень стильные делали его опять-таки участники ансамбля в которой мы играли серёга и саша саша там дизайн делал да ну вчетвером мы делали единственное кто не участвовал в ансамбле это миша шашин то есть как бы собственно главный богодетель который собственно да самый самый главный финансист всего этого проекта но проект получился очень комфортный это совсем другой уровень вот здесь как мне кажется любой человек который выпивает да он же в общем очень ранимый да они все очень ранимые люди и будучи сам алкашом я прекрасно понимаю что вот атмосфера в которой ты нажираешься она очень важно очень важно потому что как бы нажраться все-таки под детским грибочком где-то да или песочницы или в каком-то месте в котором ты не чувствуешь себя ну как на помойке да то есть как бы в этом есть разница у меня даже был одно время такой это баром нельзя назвать была разливуха она была как сигнальный огонек потому что в каком бы мертвецкий пьяном состоянии я не был я понимал что если я в этой разливухе значит я в говно потому что если ты не в говно там находиться было нельзя просто просто никак нельзя один раз мне там даже разбили губу до самого носа то есть вот но это потому что я на полу валялся и меня попины вали то есть мешал на проходе а как бы после того как я на достаточно большой промежуток времени завязал пить отношение к алкоголю немножко поменялось и теперь мне не все равно то есть как бы и вот хочется именно чтобы люди те которые уж всем убухаем да но хочется чтобы это из обычного какого-то автоматического бухания превратилась в некоторую все-таки помоги со словом нет не эстетику но душевную короче просто создать атмосферу для этого теплую обстановку комфортно неправильно но я вспомню слова скажу потом мы будем его отдельно в кадре люди напишут ну ладно лишь творческих узбеков тебе пожалуйста узбеков до всевозможных и киргизов и творческих киргизов и творческих киргизов и всех остальных прекрасных людей мы на этом с тобой распрощаемся ну целоваться будь но у нас понимаешь люди которые меня смотрят читают делятся на две категории одни понимают что такое ирония постороннего других так башки насрано и ты залезаешь к нему там вот он пришел написал о том что психически нездоров ты залежаешь к нему в аккаунт вконтакте смотришь на фотографию и ты вот понимаешь что на самом деле психически нездоров по моему он хотя он такой весь правильный такой хороший он вот даже в рубашечке понимаешь и вот у него и даже и семья и дети а при этом как ему тяжело в этой жизни вот это сознаешь насколько он внутри не свободен нет здесь свобода вещь вообще относить но она тоже с опытом приходит на мой взгляд для кого-то свобода это не знаю в магазине бутылку водки мочь купить для кого-то совершенно другие вещи ну вот собственно это вам тема для комментариев друзья мои на этом все напоминаю про книжки которые у меня есть остров социальный роман корень примерно вот про ту эпоху путеводитель по нескому неске с перцем каждый дом от адмиралтиста до площади восстания и вот как раз про промывочку мозгов японская пиар-компания сша и англии с большим количеством иллюстрации это все еще на сайте ссылка и снизу там же есть анонсы экскурсий можете смотреть приходить с вами был гид павел перец увидимся пока